Кыргызстан, за пять лет переживший два революционных бунта, до сих пор подсчитывает ущерб, в основном от деятельности второго президента Курманбека Бакиева. За годы независимости его семья превратилась в один из самых влиятельных и богатых кланов в Кыргызстане. Еще будучи губернатором, а потом и премьером в правительстве Акаева, Курманбек Бакиев сумел нажить много добра. Усадьба в центре Бишкека за два с лишним миллиона долларов, имение в родовом селе Тит на юге Кыргызстана, а после мартовской революции 2005 года активы Бакиева и вовсе выросли в сотни раз. Неофициально семье принадлежали десятки стратегически важных объектов и предприятий, но бакиевское благополучие закончилось ровно так же, как и Акаевское. Кто и как сейчас делит наследие бывшей элиты, выяснял Бакыт Кулчуманов. После апрельской революции семья Бакиевых вывезла из Бишкека два грузовика с деньгами, а вот сотни предприятий и недвижимость пришлось оставить. Еще год назад в этой роскошной усадьбе со своими семьями жили Максим и Марат, бакиевы. Теперь об улом величии мало что напоминает. Сначала в апреле 2010-го дома разграбили и подожгли революционеры. Это Татяна Бакиева, вот посмотрите. Вот какая сумочка, смотрите, здесь сколько бриллиантов. Да-да, говорят еще, еще продают все. Земли продают, все богатства народа простых продают. Теперь здесь поселилось общество молодых инвалидов. В бывшей столовой хозяйничает гульзат. Она с мужем заняла две комнаты особняка. Бывшую библиотеку сына экс-президента превратили в спальню. Это, в общем-то, единственная комната, уцелевшая после пожара. Я и не мечтала о том, что буду жить в бакиевском доме. Жалко, что во время революции дом подожгли и мебель утащили. Сейчас в большинстве комнат особняка протекает крыша, но жить все же можно. Семья гульзат Масылкановой живет на деньги спонсоров. Они в усадьбе частые гости, помогают обществу инвалидов деньгами и продуктами. К тому же гульзат ждет ребенка, а муж не работает. В особняке живут 20 человек. Почти полгода они жили в мире и согласии, но потом разругались. Большая часть новоселов съехала, а 8 человек остались. Мы не в курсе были. Приказ приносит до 5 февраля выселяйтесь. А кто решил вот так? Ассоциация решила вот так. Обделенные жилплощадью теперь проводят собрание в подвальном помещении Ассоциации женщин-инвалидов. Когда-то председатель организации Эрнист сам предложил людям освоить бакиевские просторы, а теперь остался неудел. Когда мы там жили все вместе, жалобы поступали. Некоторые члены общества пили спиртные напитки и даже избили пекаря непонятно за что. После многочисленных жалоб я решил, что мы должны покинуть жилье. Но кто-то со мной не согласился. Не согласны со мной именно те, кто устраивал там беспорядки. Но Талант, еще один житель особняка, все отрицает. Мол, в доме наоборот воцарилась тишина и покой, когда Эрнист со своей компанией ушел. Неправда, говорит Талант, и то, что ночью усадьба превращается в притон. Никаких наркотиков и алкоголя. Какой здесь притон? Вы же видите, кто здесь живет? Как живут? Здесь не бомжи. Здесь люди семейные, с детьми. У одного даже инвалида парня, жена беременная, вот ждем все. Даст Бог сына полка. Дениш и его соседи, сами того не зная, стали первыми кыргызскими сквотерами. Это люди, которые занимают пустующие и чужие дома. Ведь по закону эта недвижимость все еще принадлежит сыновьям свергнутого президента. Но этих людей юридические тонкости не волнуют. Сейчас они думают, как обустроить дом по-новому. В бывшей гостиной, по задумке нынешних жильцов, будет компьютерный клуб для инвалидов. Три комнаты на втором этаже отведут под швейный цех. А на месте гаража появится пекарня. Новые жильцы затеяли здесь грандиозный ремонт. Недешевые железные ворота уже поставили. С деньгами, говорят, помогают спонсоры. А члены общества инвалидов, которые остались на улице, уверены, что новые жильцы – это родственники Бакиевых. Но родственники Бакиевых живут в основном в Джалабадской области. Это на юге Кыргызстана. Правда, особо приближенные брат Джаныш и его дети сейчас в международном розыске. Племянника бывшего президента, 27-летнего Санджара, задержали еще летом. В начале этого года за организацию массовых беспорядков на юге страны суд приговорил его к 10 годам лишения свободы. А это родовое имение семьи Бакиевых «Теид». Оно тоже было сожжено 16 мая во время беспорядков. В мирное время президентская чета сюда приезжала часто. Здесь же укрывался Бакиев после того, как бежал из Бишкека. Несколько домов, высокие заборы, был даже зоопарк с экзотическими животными. Снежный барс, волки и павлины. Вообще на юге это модно. Родовой дом свергнутого президента Кыргызстана сейчас интенсивно восстанавливается. Но на чьи деньги, неизвестно. Спасибо Боже, являться родственником Бакиева, это, конечно, опять же слухи. Тем временем в апартаментах Максима Бакиева бишкекские новоселы собираются открыть новое общество инвалидов. Более 200 подписей уже собрали. Дело осталось за малым. Зарегистрироваться. И еще. Они заявили, что собираются отыскать сыновей Максима и Марата и попросить усадьбу в подарок. Баклы Гучуманов, Султан Шабеков и Марлен Маматканов. Вместе из Кыргызстана.